МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Новорольская вещательная компания информационно-аналитическая программа «Объектив. Итоги». Сегодня понедельник, 5 сентября. Новорольская вещательная компания выходит в эфир в непривычное время в связи с прямой трансляцией, областным телевидением, игр континентальной хоккейной лиги. Коротко о главных темах этого выпуска. Начался новый учебный год. Сегодня у школьников был полноценный день с занятиями. А в День знаний они встретились с учителями и одноклассниками на торжественных линейках. Двое первоклашек стали героями фильма для проекта «Школа Росатома». НВК готовит презентационный ролик по проведению Дня знаний в Новоуральске. Финальная часть торжества состоялась в Центральном парке культуры и отдыха. Федерация профсоюза Свердловской области против повышения пенсионного возраста в России. Об этом заявил лидер профсоюзных организаций Среднего Урала Андрей Ветлушских. За заслуги перед отраслью в Новоуральске завершилось вручение памятных знаков 20 лет ВЭЛ. Награждение приурочено к юбилею топливной компании. Об этом и другом подробнее. Одним из главных событий на минувшей неделе в нашей стране стал праздник День знаний. Около 8,5 тысяч новоуральских школьников приступили к занятиям. Стартовал новый учебный год. 1 сентября – праздник общий, ведь все мы учились в школе, помним своих учителей. Здесь мы получили не только уроки по разным теоретическим дисциплинам. В школе мы постигли первые жизненные уроки. Сегодняшним школьникам предстоит выполнить немало домашних заданий, написать множество контрольных и самостоятельных работ, сдать экзамены и, конечно, получить новые знания. А 1 сентября 2016 года запомнится им надолго. В этом году праздничные линейки прошли во всех 13 школах Новоуральского городского округа. Из них две располагаются в сельских территориях. Рассказать о каждой школе, как бы нам этого не хотелось, не позволит эфирное время. Съемочные группы НВК побывали в нескольких образовательных учреждениях Новоуральска. Как праздновался День знаний в нашем городе – в репортажах моих коллег. Я передаю слово Альбине Бабковой и Ольге Берте. 1947 год. Первое в городе – школьное здание на улице Строителей. Второй этаж еще не достроен, а в ней уже слышны звонкие голоса юных новоуральцев. Так начиналась 41-я школа. В 1953 году ей присвоен этот номер – 41. Все удивляются, что как это так? Старше города, старше Уральского электрокимического комбината. Но действительно, 16 августа 1946 года был назначен первый директор 41-й тогда школы Дмитрий Иванович Лутошкин. История гимназии тогда началась. Сегодня 70 лет, сегодня начинаем юбилейный год. С 1 октября 2007 года 41-я школа получила статус гимназии. И вот уже 9 лет она выпускает гимназистов, достойно представляющих родной город в различных учебных заведениях области. Более 2000 выпускников вышло из стен родной гимназии. Среди них 250 учителей, 200 врачей, более 50 кандидатов наук. Я пришла в школу номер 41 ученицей первого класса. Это тоже... Я помню, нас встретила замечательная учительница, юная, с длинной косой до пояса, Кландия Александровна Кириллова. Я желаю в новом учебном году не уставать от поиска новых знаний, получать наслаждение от того, что вы узнали новое. Я желаю вам крепкого, хорошего сотрудничества ученика и учителя, учителя и семьи. Пусть в юбилейном году у дорогой мне 41-й школы все получится. Желающих обучаться в 41-й всегда много. Пять первых классов приняла школа и в этом году. Их ждут чудесные школьные годы. Гимназия 41. Особенная гимназия. Любимая гимназия нашими детьми, уважаемая нашими родителями. В этой школе развито социальное партнерство сегодня до самой высокой степени. И это помогает коллективу, во-первых, чувствовать плечо друг друга, быть профессионалами и развиваться, не останавливаться на достигнутом. Поэтому я желаю прежде всего стабильности, но не только стабильности, развития вперед, не останавливаться на достигнутом. Юные гимназисты берут самые головокружительные высоты и им все по плечу. К примеру, этот юный курсант Суворовского училища окончил начальную школу в гимназии 41. И сам поступил в одно из лучших военных учебных заведений страны. Я мечтала поставить Суворовское с первого класса. Мы готовились, собирали документы вместе с моей учительницей Мариной Валерьевной. И потом мы сдавали их в Суворовское училище. Там мы сдавали экзамены. Был очень сложный конкурс, но у меня получилось. Хочу стать военным. И даже есть такая профессия – защищать свою родину. 41-я гимназия – ассоциированная школой ЮНЕСКО. На сегодняшний день проект объединяет 7,5 тысяч организаций в 174 странах. Участников проекта во всем мире объединяет экология, охрана окружающей среды, изучение всемирного культурного и природного наследия. Права человека, права ребенка, демократия, ненасилие. На праздничном мероприятии в Театре музыки, драмы и комедии всех присутствующих ждал сюрприз. В школе стартовал новый проект «Лучший дневник класса». В нем будут выставляться средние по всему классу отметки. Сегодня все классы получат свои классные дневники, где у них будут стоять уже классные отметки. И в конце года мы выберем самый лучший гимназический класс как раз в честь юбилейного года. Школа гордится своим сотрудничеством с Новоуральским театром музыки, драмой и комедии. Проект «Театральные уроки» стартовал год назад и заслужил уважение как у педагогов и сотрудников театра, так и у самих учеников, для которых и был организован. Вот эта взаимосвязь между театром и 41-й гимназией, которая в последние несколько лет выстроилась у нас на таком хорошем продуктивном уровне, мне представляется очень важным. Я думаю, что будут эти связи только расширяться. Самое главное, что тот проект «Театральные уроки», который мы задумали в прошлом году, имеет очень хороший потенциал, имеет возможности, и мы будем в этом году его вновь и вновь, конечно, реализовывать. Школа. Сколько в этом слове всего собрано. Здесь память об успехах и неудачах. В воспоминаниях о первой любви и первой дружбе. Здесь каждым из учеников пройден путь становления из малыша, не знающего ни кто он, ни что представляет, в достойного юношу или девушку. Живи, развивайся и оставайся такой же. Любимой школой многих и многих новоуральцев. Родная 41-я. Сюда каждый день мы приводим своих детей, безгранично доверяя их педагогам, зная, что уже 70 лет школа держит высокую планку, повышая ее год от года. Я в своей школе пожелаю отличных учеников, побольше успехов в разных олимпиадах и здоровья учителям. Наша гимназия самая лучшая, здесь самые крутые учителя и крутые ученики. Школа на данный момент это как бы большая часть жизни, это вся основная часть времени, за исключением лета, это все школа. Великолепная, прекрасная, хорошая учителя. А у вас есть любимый учитель? Есть, конечно. Сергей Михайлович Галкин, наш самый любимый и лучший учитель года, и вообще всех столетий, наверное. Альвина Бабкова, Иван Вахмяков, объектив, итоги. Благодаря тяге к наукам и силе воли, деревенский парень Михаил Ломоносов стал величайшим ученым и одним из основателей университета в российской столице. А другой деревенский парень Николай Кузнецов освоил немецкий так, что его знания в годы войны помогли приблизить нашу победу. Если ты хочешь и любишь учиться, и учиться намерен, статус учебного заведения для тебя существенной роли не сыграет. 1 сентября за парты каждой навуральской школы сели ученики, которые будут блистать на уроках и во внеучебное время на олимпиадах и конкурсах. 48-я и 49-я школы в этом году набрали по три первых класса. В основном первоклассники этих школ – это воспитанники детских садов, муниципальных, автономных образовательных учреждений «Росток и Росинка». В этом году мы подготовили детей в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. И надеемся, что все новые подходы, новые технологии, которые мы внедряем в детских садах, отразятся только положительно на успехах наших воспитанников, первоклассников. Так традиционно сложилось, что в школу 48 я хожу каждый год на 1 сентября. И не только в 48-ю школу. Очень красивые кадетские классы на линейке. Все это, конечно же, поднимает настроение. Ранцы, формы, букеты, тетради с учебниками – в эти сентябрьские дни для каждого первоклассника – это наиглавнейшее богатство. И, конечно же, каждый первоклассник в эти дни скажет – его ранец, его форма. И его учительница – самое-самое лучшее в мире. Хотел в школу? Да, очень. Я хотел еще проводить опыты и узнавать много нового. Мою учительницу зовут Наталья Ивановна. Она какая? Добрая, строгая и внимательная. Что такого интересного в школе, чего нет в садике? Не знаю, но такое чувство, будто ты становишься взрослее и тебе становится лучше. В садик мы переросли. Он уже много раз говорил, что в садике игрушки для ляречек. Ему хочется чего-то нового, новых впечатлений, новых знаний. Видимо, поэтому больше рвался в школу. Сегодня очень хороший выдался день. Мне очень понравилось, как мы собирались и волнительно волновались, то, что я пойду в первый класс. Мне очень понравилась учительница. Я ходила сюда на подготовку. Моя школа самая лучшая, самые хорошие учители. Я каждый день почти ездила в магазины и покупала форму, констовары. Этот турецкий сарафан самый лучший, который был в магазине. Мне он больше всего понравился. Детей вырастили, сейчас внуки пошли. И, конечно, волнуемся так же, как первого повели в школу, так и внуков видим. С волнением, с радостью. И, ну, конечно, думаем, что будет все очень хорошо. Собирались все лето. Подготовка к форму, учебники, тетрадки. Все волнулись, а первый класс у меня ребенок пошел. А почему волнуетесь-то? Ну, как первый класс, первый раз. Конечно, это было хлопотно и проблемно. В первую очередь в финансовом отношении. Ну, и во втором плане подготовить морально ребенка, что он пойдет, будет заниматься, изменится весь образ его жизни. Он забудет садик, вступит в новую жизнь. То есть начнется уже более разумная такая жизнь. А вы вспоминаете, как вы в свое время пошли 1 сентября? В первый, во второй, в третий класс? Вот первый класс не помню, а второй помню. Потому что перешли в 56-ю школу. И, ну, так, ожидания были хорошие. Чего-то нового хотелось, знания получить. И вообще новый коллектив, новые друзья, учителя. Ну, вот так сложилось, что дочка в 56-ю, не в 56-ю, а в 48-ю пошла. Но тоже очень нравится. И педагог у нас очень хорошие друзья уже есть, потому что второй класс. И во второй пошел. Какие ожидания вообще на ребенка? Какие надежды? Вы слагаете? Небольшие. Как сможет, так и будет учиться. Ну, надеемся, что все хорошо будет. Ну, пошел-то с желанием ребенок у вас сегодня? Да, с желанием. Ждал, когда 1 сентября уже в школу ходит. В каждой Новоральской школе к новому учебному году прошли ремонты и обновлена материальная база. На сегодняшний день мы отремонтировали зал. Четыре класса купили. Четыре комплекта мебели для учащихся первой и средней школы. Детей в школе прибавляется. На сегодняшний день 740 человек. И это очень радует. День знаний – это праздник для тех, кто учит и учится. Поэтому мне от всей души хочется поздравить всех школьников с наступающим новым учебным годом. Пожелать им оптимизма, смелости при покорении школьных вершин. Конечно, педагогам хочется пожелать творческого вдохновения, радости за успехи наших учеников. Нашим родителям мы желаем терпения, оптимизма и, конечно, здоровья. Мечтаю, чтобы каждый школьник яркой звездой засветился на школьном небосклоне. И, конечно, в галактике под названием «Жизнь». Я буду учиться хорошо и на педагоге. Первое сентября для тебя особенный день или уже нет? Да уже нет. Школа – это же все привычно. Школу-то хотелось? Да. Хочется узнать пятый класс. Да, это точно. Ну, хотелось пятый класс. Что-то новое. Уроки новые. Хочется очень в школу учиться хорошо, чтобы быть лучшим и всегда, чтобы учители радовались. А зачем вообще учиться? Чтобы получать знания и кем-нибудь стать. Поздравляю всех с новым учебным годом, хороших отметок, всего хорошего. И чтобы и в первом, и во втором, и в остальных классах были одни пятерки. Никаких троек и двоек. А так бывает? Наверное. Волнуешься, да? Да. А почему? Потому что мне страшно. Потому что я в школу не ходила еще, поэтому мне страшно. Но хочется в школу. Да, все равно хочется. Иди, не боясь, и делай шаг вперед. Будь радостный побед нам снова зовет. И рядом друзья, и вместе ты, и я. Как говорит директор 49-й школы Анна Тукмачева, и ее наверняка поддержат коллеги. Самое главное, когда ребенок идет в школу и радуется. Когда идет в школу с желанием. Значит, будет и радость от встречи. С созидательным трудом, с творчеством, с большими и маленькими школьными победами. Первосентябрьская линейка, и рядом одноклассники, и вот уже гимн страны. Для малышей это портал из детсадовской жизни в школьную. Для учеников уже бывалых – окончательный переход в класс постарше. Новый учебный год стартовал. Ольга Бертье, Антон Пылаев. Новоуральская обещательная компания. 1 сентября в Новоуральск поздравить школьников с началом учебного года. От имени губернатора Евгения Куйвышева приехал первый заместитель председателя правительства, министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов. Программа его визита была насыщена и касалась разных аспектов жизни города. Но первым пунктом было участие в первосентябрьском празднике. Мария Антонова расскажет подробнее. Визит первого вице-премьера Свердловской области Алексея Орлова начался с торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года. Этот праздник никого не может оставить равнодушным, ведь все мы, в том числе и министр, когда-то сидели за школьными партами. В непринужденной обстановке директор лицея номер 58 Полина Доминова педагогический коллектив представителей администрации города и Уральского электрохимического комбината рассказали об уникальном для области проекте создании инновационного технопарка на базе общеобразовательного учреждения. Для того, чтобы развивать... Вот мы у нас мобильная робототехника, прототипирование и инженерная графика. Вот это три компетенции. Не случайно именно лицея 58 получил грант от топливной компании ТВЭЛ в 5 миллионов рублей на создании станочного парка и трех специализированных лабораторий. Лицеисты и педагогический коллектив показали отличный результат в реализации проекта «Уральская инженерная школа», инициированного губернатором Свердловской области Евгением Куевышевым. Являются многократными победителями в профориентированных чемпионатах как в системе «Росатом», так и по всей России, в том числе «Джуниор Скиллз». 58-й лицея – это одно из ведущих инновационных образовательных учреждений не только на Уральской, но и Свердловской области, с очень высоким статусом учителей, имеющих высшую первую квалификационную категорию, с очень богатой историей по ученикам, по выпускникам. Это и лауреаты президентских премий, премии губернатора области, победители всевозможных олимпиад, активные участники «Джуниор Скиллз», «Ворд Скиллз». Это студенты ведущих российских высших учебных заведений. Поэтому, конечно же, сильная школа, сильный преподавательский состав. Следующим пунктом визита Алексея Орлова в нашем городе стал Центр поддержки предпринимательства. Там министра встретил глава администрации Александр Баранов. Обсудили ход реализации проекта создания индустриального парка «Новоуральский». Министерство инвестиций и развития Свердловской области реализует этот проект совместно с нашим муниципалитетом и администрацией округа. Эта индустриальная площадка – больше 200 гектаров за пределами охраняемой зоны. Уже создан проект планировки территории, частично выполнены проектные работы по инженерным сетям. Сформирован пул потенциальных резидентов. У этой площадки достаточно хорошее будущее, поэтому мы сегодня обсуждали с коллегами текущий статус этого проекта, каким образом мы будем финансировать строительство внешней инфраструктуры и уже приступать поэтапно к обустройству внутренней инженерной инфраструктуры с тем, чтобы уже была возможность у тех интересантов, которые сегодня есть. А это и очень много местных предприятий, которые работали внутри ОКХ и вышли на аутсорсинговые услуги. Сегодня есть у них, скажем так, потребность в новых производственных площадках. Поэтому мы считаем, что эту площадку ждет достаточно серьезное будущее и будем активно над этим проектом работать. Глава округа Владимир Машков отметил, что в ходе личной встречи с министром еще раз обсудили статус реализации проекта ТОРОВ, столь важного для Новоуральска. Алексей Валерьевич, как первый вице-премьер, представитель правительства Свердловской области, и человек, который отвечает за все инвест-проекты, инвест-программы. Первое и самое главное – это тема ТОРОВ. Значит, только что было совещание очень серьезное по ТОРОВ, и были разные там споры, но заявка уже в Москве, и поэтому он конкретно дал информацию, что он лично и губернатор подключились, и по Новоуральску еще раз акцентировали, что необходимо, чтобы наш город входил в территорию преимущества развития. Я его поблагодарил за это, так сказать. Естественно, будем это говорить и во время визита сюда руководителя госкорпорации Кириенко в ближайшее время. Вторую половину дня министр посвятил посещению Новоуральского центрального парка культуры и отдыха. Глава округа Владимир Машков показал первому вице-премьеру Свердловской области новые спортивные тренажеры под открытым небом, доступные всем горожанам, на американский манер, называемые ворк-аутами. О высокой плотности культуры в Новоуральске говорят многие гости, и министр не стал исключением. С удовольствием он осмотрел все площадки праздника Дня Знаний. Отличная организация натолкнула высокого гостя на идею использовать возможности отдела культуры, администрации нашего округа и творческий потенциал новоуральских вокальных и танцевальных коллективов по организации главной елки Свердловской области, проходящей в экспоцентре Екатеринбурга, а сам реконструированный парк, место отдыха для всех горожан, назвал лучшей практикой государственно-частного партнерства, отметив, что такой проект значительно повысит инвестиционный рейтинг Новоуральска. Здесь в таком, скажем так, мини-формате такой проект реализован, какой хотелось бы видеть, с массовым посещением, с большим набором аттракционов во время проведения новогодних каникул у нас на экспоцентре. Вот, предварительно мы, я предложил предпринимателю подумать об участии в этом проекте, в любом случае мы его будем проводить, потому что этот проект уже, то, что касается экспо-елки, он завоевал определенную популярность, и новогодние каникулы же, конечно же, пользуются достаточно таким серьезным, стабильным спросом. Поэтому будем набирать пул на вот таких вот активных предпринимателей, которые работают в данной сфере, именно в сфере массовых развлечений, и готовить наш экспоцентр уже к новогодним праздникам. Специально для программы «Объектив. Итоги» Мария Антонова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Первое сентябрьское торжество завершилось в Центральном парке культуры и отдыха. Погода в этом году порадовала новоуральцев, и на праздник пришло немало горожан. Многие гуляли с семьями. Отметим, что в парке съемочная группа Новоуральской вещательной компании вела съемки не только для подготовки репортажа, но и для создания специального ролика, который будет заявлен на конкурс проекта «Школа Росатома по проведению Дня знаний». О том, в каком формате проходило мероприятие, и чем организаторы вновь удивили участников события. В репортаже Наталья Ребрищевой. Еще немного потерянные до начала праздника, но тут же берут себя в руки со словом «Мотор начали». Алиса и Сава – герои специального фильма для проекта «Школа Росатома». В этом году они тоже первоклашки. Правда, праздник видели через объектив видеокамер Новоуральской вещательной компании. Алиса, смотри, как здорово, что мы все идем в такой нарядной колонии. Мы радостные, веселые и счастливые. Вместе весело шагать по просторам. Впервые такой конкурс среди городов присутствия госкорпорации «Росатом» на лучшее освещение празднования Дня знаний был объявлен в прошлом году организаторами всероссийского проекта «Школа Росатома». Презентационный фильм тогда готовила Новоуральская вещательная компания вместе с управлением образования. Тогда город занял первое место. Подарком для всех выпускников стал единый выпускной бал, оплаченный проектом «Школа Росатома». Единый выпускной от «Росатома» в Новоуральске очень понравился и детям, и родителям. Поразил всех. Фееричный бал в Новоуральске даже придал новое социально значимое начало. Насколько красивый, яркий был праздник, как первая ступень во взрослую жизнь выпускников. Надеемся, что эта традиция станет ежегодной. Ролик для конкурса мы делаем от души. И надеемся и в этом году войти в тройку лидеров. Главное для нас – единое празднование Дня знаний. Ведь в Новоуральске заложена хорошая традиция отмечать начало учебного года всем вместе в Центральном парке культуры и отдыха. Все, начиная от директоров и заканчивая детьми и родителями, все уже заранее начали интересоваться, а будет ли такой праздник, а будем ли мы участвовать в конкурсе. Этот год он показал, что город – это такое единое, целое. Мы очень хорошо сотрудничали, взаимодействовали с отделом культуры, с учреждениями культуры. И, наверное, цель проекта «Школа Росатома», помимо всех прочих, цель – вот это единение городской общественности, когда все вместе в едином порыве и при поддержке, конечно же, и главы Новоуральского городского округа Владимира Николаевича Машкова, и при поддержке администрации. В этом году повезло с погодой. Именно 1 сентября был солнечный и по-летнему теплый день. Поэтому после традиционных утренних линеек в школах на городской праздник – День знаний – многие горожане пришли целыми семьями. Шествие к главной сцене началось со скверостроителей, как пять лучиков солнца стекались в одну колонну школьники под звуки Новоуральского духового оркестра. Руководители и почетные гости города ждали новоуральцев на сцене Центрального парка культуры и отдыха. Дорогие дети, уважаемые учительницы, родители, я вам всех хочу пожелать счастья, здоровья в такой прекрасной погоде, в День знаний, 1 сентября. Всем пожелать успехов, удачи, творческих. А первоклассникам, сегодня вот здесь много первоклассников собралось, дай-то Бог им в добрый путь. Ну и родителям пожелаю, чтобы их дети проносили бы пятерки, ну и по поведению можно и четверки, мальчикам. В добрый путь. Сегодня улицы нашего города покрылись букетами цветов. Это вы, ребята, пошли в свои родные школы. Великолепнейшее лето. Вы отдохнули, загорели. Я очень надеюсь, что вы соскучились и по своей школе, и по учителям, и по своим друзьям. Праздник был настолько ярким и динамичным, что школьники следили за сменой концертных номеров с большим интересом. И даже сами принимали активное участие сначала во флешмобе, импровизированном представлении «Энергия молодости», а после и на 11 образовательных площадках праздника. Сейчас было химическое явление. Почему? Вещество было оранжевое, стало черное, да? Оно было кристаллическое, стало таким рыхлым. Вот если происходит превращение из одного вещества в другое, то такое явление будет химическим. И химические явления изучает химия. Образовательная площадка по химичам стала настоящим шоу. Ребята, которым еще только предстоит узнать, что такое химия и физика, с удовольствием смотрели и даже сами участвовали в опытах. А в это время старшеклассники решали головоломки, искали хитрые решения непростых задач. Вечное движение на перегонке с ветром, театр художественного оформления, фотозона и лего, остров пиратов и аквагрим. Каждая из 11 площадок была с интересом изучена школьниками самого разного возраста. У меня хорошее настроение, я сегодня делала птичек. Птица, вестник, росатома. Праздник был отличный. Я сегодня пришел в первый класс. А хочется учиться? Да. Мы пришли всей семьей, нам очень праздник понравился. Не только всей семьей, сегодня мы пришли всем первым классом, 56-й школы. Нам провели построение, ребята дружно зашли в парк, ну и здесь уже гуляли, отдыхали. Очень веселый, хороший праздник. Ну, как бы снова в школу, но печалиться не надо. И все радостные ходят. Выступали дети. Было очень интересно смотреть, как они радуются, что сегодня праздник. Даже природа сегодня с погодой просто вот радуется тому, что первое сентября. Во-первых, все детки с улыбками, со счастливыми лицами ходят. И приятно то, что все охвачены одной идеей. Охвачены не только одной идеей, но и одним хорошим настроением пришли в парк на общегородской праздник тысячи новоуральцев. Только первоклашек было почти 500 человек. Им всем 1 сентября вручили значок «Юный гражданин страны Росатом». Мне сегодня на линейке вручили значок «Юната». Мне сегодня дали знак. И сейчас я юный гражданин страны Росатом. Я теперь не подведу. Я теперь гражданин страны Росатов. Традиционно, второй год подряд, мы принимаем участие в рамках проекта «Школа Росатома» в празднике «День знаний». Конечно, мы надеемся на хороший результат, хотя бы на призовое место. В прошлом году мы стали победителями и получили право проведения единого выпускного балла для всех выпускников общеобразовательных школ. Пожелайте нам все успеха, дорогие друзья. Поздравляю вас с новым учебным годом, с Днем знаний, успехов вам, благополучия, здоровья, новых побед и начинаний. Помните, ваша маленькая победа – это большая радость для педагогов и родителей. Всех с праздником, с Днем знаний и с начала нового учебного года. Помимо образовательных работали и игровые площадки, и территория свободного творчества, и даже шоу мыльных пузырей. Здесь ограничению возраста и фантазий не было предела. Мальчишки и девчонки, кстати, и даже и взрослые с удовольствием окунулись в атмосферу настоящего городского праздника в честь Дня знаний. В это же самое время на сцене выступали лучшие детские творческие коллективы с концертными номерами. День знаний, солнечный и яркий первоклассный ремикс 2016 в Новоуральске удался. Праздник для всех горожан стал хорошим зарядом позитивных эмоций на весь предстоящий учебный год. Наталья Ребрищева, Антон Пылаев, Иван Вахмяков, Николай Ларионов. Объектив. Итоги. Новый учебный год начался в музыкальной и художественной школах. Здесь были рады видеть своих учеников после летних каникул. После школьных линеек ученики собрались на праздники в честь Дня знаний в детской художественной школе. Здесь для ребят организовали праздник под названием «Полный вперед». В художественной школе работают творческие люди. Вот и к организации 1 сентября подошли небанально. Торжество было посвящено морской тематике. Учеников поделили на корабли, они же – группы учащихся. Воспитанников здесь называли не иначе, как моряками. В этом году в детской художественной школе будут обучаться 700 человек от 5 до 65 лет. 450 человек из них на бюджетной основе. Художественная школа открыта для всех. Сколько бы ни прошло лет, художка останется для вас домом, где согреваются ваши сердца, где вам хорошо и куда хочется возвращаться так, как сегодня, 1 сентября, вернулись к нам наши выпускники. Традиционно 1 сентябрьская линейка состоялась и в детской школе искусств. В путешествии в мир музыки отправились все пришедшие в этот день в музыкальную школу. Мы желаем всем ребятам успехов в новом году, новых достижений, открытий в вашей жизни, жажды знаний, стремлений. Но нашему коллективу мы желаем тоже терпения, сил. Поздравить педагогов и детей с началом нового учебного года пришли депутат Государственной думы Зелимхан Муцоев и глава округа Владимир Машков. Они пожелали всем успехов и трудолюбия, а преподавателям вручили значки гражданин страны Росатом. Учебы вам, творческих успехов. Я у вас не первый раз, уже второй концерт. И всегда с органом. Орган это один, вот к сожалению, не один мой ребенок и внуки не сели за орган, а это мой самый любимый инструмент в жизни. Мы, казалось, совсем недавно провожали на этой сцене ребят и вручали дипломы, кто закончил школу. Всегда это немножко грустно и трогательно. Время быстро летит. Мы всегда с трепетом заходим в школу, как храм искусства, культуры. И все те проекты, которые мы с вами решили делать, мы их сделаем. Отметим, что учебный год в музыкальной школе начался всего для 956 человек. Из них 720 обучаются по муниципальному заданию. Хороший показатель этого года. 109 детей из 118 выпускников вновь пришли на предпрофессиональную подготовку. Впереди у них новый учебный год и интересное открытие в мире музыки и искусства. Один из самых ярких школьных праздников получил виртуальное продолжение на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. Акция «День знаний» стартовала 1 сентября, но и сейчас не поздно принять в ней участие. Школьники, их родители и педагоги могут войти в историю праздника, разместив в своих личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, фото или видео с различных мероприятий, посвященных Дню знаний. Условия всего одно – необходимо сопроводить все материалы хэштегами «День знаний» 1 сентября «Снова в школу». Размещенные таким образом снимки и видеозаписи автоматически попадут на интерактивную ленту проекта «День знаний» на официальном сайте Министерства образования и науки. Здесь уже появились тысячи снимков и видео со всей России и из городов Свердловской области в том числе. Отметим, что авторы наиболее интересных фотографий и видеоматериалов будут награждены сувенирными подарками. Это программа «Объектив. Итоги» и мы продолжаем. Вот главные темы второй части выпуска. Поднять размер минимальной заработной платы до прожиточного минимума в 10,5 тысяч рублей. Такая задача стоит сегодня перед Федерацией профсоюзов Свердловской области. Развитие движения вперед невозможно без участия бизнес-сообщества. «Росатом» планирует увеличить поддержку малого и среднего бизнеса в закрытых городах в 10 раз. Уже 12 домов на Вуральском городском округе принято после капитального ремонта. В Новоральске продолжается массовая сдача домов. А сейчас обо всем подробнее. Малое и среднее предпринимательство в закрытых территориальных образованиях на контроле региональных властей и госкорпораций «Росатом». На открытии новой приемной общественного совета «Росатома» в Новоральске, состоявшегося в минувшую пятницу, прошел круглый стол на тему инструментов поддержки и методов развития малого и среднего бизнеса в закрытых городах. Тему продолжит Альбина Бабкова. Из 200 миллионов рублей, выделенных «Росатомом» для Новоральска, 54 миллиона должно быть направлено на развитие предпринимательства. Это решение на уровне правительства Свердловской области. В «Росатоме» четко понимают, что без бизнес-структур продвигать свою продукцию на рынке гораздо сложнее. Поддержка бизнеса нужна и при поставках продукции, и при ее сбыте. Кроме того, большим шагом вперед станет привлечение финансовых ресурсов бизнеса для создания совместных предприятий. Практика показывает, что это эффективное и действенное сотрудничество, выгодное обеим сторонам. Госкорпорации, развитие малого и среднего бизнеса в городах «Росатома» – это в первую очередь некая форма самозанятости населения, которое, буду говорить без обиняков прямо, позволяет при должном уровне развития этого вопроса просто снять определенный объем социальной нагрузки, которую продолжает нести «Росатом». В ближайшее время в «Росатоме» планируется создание единого координационного совета по всем городам присутствия госкорпорации и развития местных программ поддержки предпринимательства. Города будут обмениваться этими программами в силу схожести проблем. И если выявится дефицит для реализации какого-либо мероприятия, если будут поставлены четкие задачи, то интеграция окологосударственных программ поддержки будет проанализирована в общественном совете «Росатома» и для них будут найдены инвестиции. К примеру, такую поддержку может получить комплекс «Зеленый мыс». Главное – это поиск партнеров, кто готов вложиться в финансирование развития комплекса. «По моим прикидкам, если сложить все программы поддержки предпринимательства, потом их умножить на количество населения России, разделить на количество населения Атомградов и сравнить эту цифру с общим объемом поддержки, действующим в России, то мы получаем 3%. Давайте поднимем его до 6%. То есть мы в 30 раз могли бы потенциально увеличить. Понятно, что в этом большие предприятия. У нас тоже одно большое предприятие есть, львиную долю съедает». Эта цифра будет официально озвучена 8 сентября на совещании руководства «Росатома» с Сергеем Кириенко. Кроме того, в общественном совете работают над созданием портала кооперации. Там будут собираться все предложения, доступные абсолютно для всех участников рынка. Потому что один из самых острых вопросов – малое количество толковых проектов. Тех, которые будут реально работать, дадут рабочие места, станут приносить прибыль и не сдуются, как говорят предприниматели, через пару лет. То есть проблема не столько в финансах, их как раз хватает, а в идеях. «Мы нашли только одного реального предпринимателя, который готов производить цепи для автомобилей. Причем различные. Поставляют их в Европу. У него есть патент на свой свой замок. То есть там действительно хорошее, что мы сейчас это действительно будем продвигать. И мы знаем, что у него будет реализовать. Мы знаем, что у него это будет реально. Надо обращаться в серьезные консалтинговые компании, которые разработают хотя бы перечень проектов. А вот комбинат и город. У вас все-таки свои песни, у нас свои песни. Как-то бы нам все-таки может быть какой-то совет, не очень большой, человек 5-7, который будет регулярно собираться. Мы, например, не исключаем той возможности, если у вас есть проект по свободной производственной площади, хороший проект, давайте переговорим, как это включить в программу «Бизнес-рекубирование». Бизнес и госкорпорации «Росатом» могут эффективно взаимодействовать. Это главный итог круглого стола. И шаги к сотрудничеству предпринимаются на самом высоком уровне. К примеру, кроме всего прочего, в августе на федеральном уровне было создано агентство технологического развития, которое призвано объединить «Росатом» и «Бизнес», распределяя идеи и технологии, обеспечивая информацией обе стороны. Для закрытых городов, в которых инвестиционная привлекательность – одна из самых острых проблем, шаги по налаживанию взаимодействия «Росатома» и «Бизнес-структур» станут стимулом для развития малого и среднего предпринимательства, помогут привлечь в город финансы, создавая новые предприятия и рабочие места. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трижды переизбирался на этот пост. С 2012 года является одним из основателей межрегионального движения в защиту человека труда. Карьера защитника трудовых прав уральцев началась в его родном Екатеринбурге в начале 90-х годов. Тогда он был назначен первым секретарем Свердловского обкома Российского союза молодежи. Как общественник успел поработать депутатом Гордумы Екатеринбурга 4-го созыва. С 2009 года неизменно числится в составе Общественной палаты Свердловской области. Здравствуйте, уважаемые товарищи, коллеги. Два слова вообще о Федерации профсоюзов. Это профсоюзная система Свердловской области. Она у нас третья по мощи и по численности в России. Впереди нас только Московская область и Татарстан. Ну и потом идем мы, 670 тысяч членов профсоюза, 35 отраслевых профсоюзов. Самые крупные у нас и в Новоуральске, и в Лесном, и два комбината, и две объединенные профсоюзные организации. И вот благодаря таким мощным профсоюзным организациям, благодаря тому, как работают эти организации, какие новые формы и мотивации профсоюзного членства, и мотивации профсоюзного актива, и защиты людей, мы, Свердловская профсоюзная система, считаемся в России, я еще раз говорю, третьей по численности, но мы считаемся передовой практически по многим там и профсоюзным новациям, и по тому, как нам удается все-таки защищать интересы людей. Профсоюзному активу Новоуральск Андрей Леонидович рассказал, что несмотря на высокую эффективность работы Федерации Среднего Урала, возглавляемой им, задачи еще много. Это и мотивация людей по вступлению в профессиональные союзы, мотивация работодателей на совместную работу по защите прав трудящихся. Лидер профсоюзов региона поделился своим видением актуальных задач, стоящих перед правозащитной структурой. Номер один для профсоюзов здесь – это добиваться индексации заработной платы, которая компенсирует потери жизненного уровня и реальной покупательной способности зарплаты, которую мы потеряли в 2015 и в 2014 году. Решение такого вопроса должно происходить в стенах Государственной Думы на законодательном уровне. Иначе у работодателей найдется множество причин игнорировать индексацию. Во-первых, порядок проведения индексации, да, каким образом, какой части, либо окладов, либо в целом заработной платы, либо в целом доходов. Поэтому мы настаиваем, чтобы голос профсоюза был услышан. Сегодня 9 депутатов всего от профсоюза в Государственной Думе. Этого мало. Другой важной целью Свердловских профсоюзов является борьба по приравниванию минимальной заработной платы к прожиточному минимуму. Напомним, по Свердловской области минимальная заработная плата составляет 8 862 рубля, а минимум прожиточный – 10 500 рублей. Также Андрей Витлужский отметил, что профсоюзы против увеличения пенсионного возраста до тех пор, пока средняя продолжительность жизни россиян не возрастет. Об этом он рассказал на встрече с работниками и руководителями Уральского электрохимического комбината. Нет росту пенсионного возраста, как минимум, пока не выросла продолжительность жизни. Пенсия не ниже 40% от того заработка, который был. Это конвенция Международной организации труда. И задача профсоюзным депутатам – ратифицировать ее нашей Думой. Она до тех пор пока не ратифицирована. К слову, российские профсоюзы – единственная самофинансируемая за счет взносов организация, представленная в Трудовом кодексе Российской Федерации практически в каждой четвертой статье. Положение опримирования, организация сверхурочных работ, расследование несчастных случаев на производстве и так далее. Если в Государственной доме следующего созыва число представителей правозащитников трудовых коллективов возрастет, то вырастет и вероятность принятия законопроектов в пользу человека труда. Мария Антонова, Антон Пылаев. Специально для информационно-аналитической программы «Объектив. Итоги». К другим темам. В субботу 3 сентября свой 90-й день рождения отметил новоуралец Михаил Степанович Перетрухин. Как и многие его сверстники, в годы войны он отстаивал и приближал великую победу. Заслуг на его счету немало, а за плечами жизнь, наполненная множеством событий. Сегодня Михаил Степанович принимал поздравления с солидным юбилеем. От имени Новоуральского городского округа примите сердечные поздравления с вашим замечательным юбилеем. Вы прошли славный, достойный уважения, восхищения и признательности жизненный путь. Новоуральцы гордятся тем, что живут с вами в одном время и в одном городе. Михаил Степанович Перетрухин – уралец, родом из деревни Пальники. Он из большой семьи, родители работали в колхозе под названием «Коллективный путь». В первые же месяцы войны его, 14-летнего подростка, мобилизовали на работу в колхоз. В 43-м он по окончании курсов уже работал трактористом, поступил в техникум. Но три дня учёбы, 17-летие и призвали в армию. Учился под Магнитогорском на ленинградских авиационно-технических курсах усовершенствования. 5 мая 1945 года нас выпустили, присвоили мне звание, ну не только мне, все, кто учились. Мне присвоили старший сержант авиационно-технической службы. И направили, запомнили 5-го, ну в начале мая, в Московский военный округ. И в Московском военном округе я служил в авиационных частях. Механик самолёта Ил-2, Ил-10, это штурмовик, двухместный лётчик и сзади стрелок-радист. Вот обслуживал этот самолёт. В Новоуральске Михаил Перетрухин живёт с 51-го года. Работал в СМУ-2 слесарем-монтажником, а позже шофёром вплоть до ухода на заслуженный отдых. В своей трудовой жизни он всегда был на тоске почёта. А всё потому, что из тех, про кого, перефразируя пословицу, можно сказать – век живи, век трудись. – 35 лет я шофёром работал, 7 лет или 8 монтажником, это будет 43, и 7 лет ровно в армии пробыл. 50 лет, получается, не считая двух лет, что в колхозе работал. – Как вам удалось до таких лет дожить? – Так, никакого секрета нет в этом деле. Я просто, видимо, когда молодой был в деревне, там же чистый воздух, бегали, босиком всегда. Пока в школу не пойдёшь босиком, всё время на реке, купались там с мая по сентябрь. Шишим называется река там. Так что секретов у меня никаких нет. Вот работал вроде шофёром, это и выхлоп газа, и прочее такое. В армии был самолёт, готовил к полёту. Там выхлопы тоже были, ничего такого. Наоборот, вредность была. Ольга Пертьян, Тун Пылаев, Новоуральская вещательная компания. 2 сентября в киноцентре «Ниева» завершилось вручение памятных знаков «20 лет ВЭЛ». Отметим, начиная с 4 августа, награждение ветеранов проходило еженедельно по четвергам в Большом зале киноцентра «Ниева». Прошлая пятница стала финальным днём. 2 сентября награды получили около 200 человек. Всего же за месяц ветеранам вручили 1559 знаков. Напомним, 12 сентября этого года исполнится 20 лет акционерному обществу «ТВЭЛ» – холдинговой компании государственной корпорации «Росатом». В связи с празднованием юбилея был разработан и утверждён этот памятный знак «20 лет ВЭЛ». Он вручается ветеранам и работникам предприятий топливной компании с целью признания их заслуг и вклада в деятельность компании. Город преображается в Новоуральске. В следующем продолжается приёмка многоквартирных жилых домов после капитального ремонта. В прошлую среду были приняты в эксплуатацию ещё два дома – «Строители 16» и «Ленина 47». Таким образом, на сегодня уже готовы 12 жилых домов. Тему продолжит Антон Сапогов. В конце августа началась массовая приёмка домов после капитального ремонта. Теперь уже в рабочем порядке. Каждую неделю будут принимать по 2-3 дома. До середины сентября должны быть сданы в эксплуатацию ещё 8 домов. Участие жителей – обязательное условие. Без подписи их представителя строители не получат окончательного расчёта за выполненные работы. Но с этим проблем не возникает. Жильцы довольны качеством ремонта. Тем более, что все этапы проходили под неусыпным контролем представителей жильцов, которые, как правило, сам имеют опыт в строительстве. Всяко было, конечно, и споры, и замечания были. Но строители всё вовремя реагировали, устраняли. Ну и жильцы сами помогали следить, потому что у меня нет возможности самому на работу уходить. Постоянно находиться за спиной у строителей. А так, в общем-то, как бы всё решалось нормально. Я лично претензий не имею к строителям. Ну, замечания были. А в процессе работы, конечно, были минусы у строителей. Всегда бывают минусы. Ну, мусор оставляли после себя. Где-то забыли после отключения электроэнергии включить её на весь дом. Было такое. Что-то, может быть, не было предусмотрено проектной документацией, дефектной ведомостью не было предусмотрено. Вот, может быть, даже больше к этому претензий. А в целом хорошо, хорошо сделано. Примечательно, что капитальный ремонт послужил поводом для консолидации жителей. Многие из них раньше даже не были знакомы со своими соседями. Не интересовались, кто у них старше по дому. А после ремонта можно видеть, как во многих домах не только выбраны ответственные представители, но и домовые советы. То есть жители сами озаботились состоянием своего имущества и стали относиться к нему более ответственно. А значит, в будущем все виды ремонта и благоустройства будут гораздо лучше организованы. Ни городские власти, ни управляющая компания без их коллективного решения никаких работ проводить не могут. Все они собственники этого жилья. И, наконец-то, нашлась общая тема, при которой всем пришлось сплочиться. И это яркий пример. Надо понимать, мы все собственники своего жилья. И мы делаем этот ремонт за свои деньги. Это основа для сплочения. Я думаю, это самое главное. Надо сплочаться, надо понимать, что происходит, за чей счет и в каких рамках. Антон Сапогов, Иван Вахмяков, Новоуральская обещательная компания. Наступила календарная осень. Лето 2016 порадовало жителей области отнюдь не суровой уральской погодой, а знойным летом, что в нашем регионе случается крайне редко. А синоптики заявили, последний летний месяц стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Август этого года побил рекорд средней температуры за последние 180 лет метеорологических наблюдений в Свердловской области. Средняя температура составила 23 градуса по Цельсию. Это на 2,5 градуса больше, чем прежний рекордсмен август 2003 года. Тогда средняя температура составила 20,5 градусов. Более того, средняя температура августа стала самой высокой среди всех других месяцев. Таким образом, уральцы пережили самый жаркий месяц за всю историю метеонаблюдений. О погоде на завтра смотрите далее в нашем эфире. На этом информационно-аналитическая программа «Объектив. Итоги» подошла к концу. Пусть начавшаяся неделя сложится удачно и принесет только добрые вести. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова